сегодня будем регулировать вот этот вот таинственный винт винт упора дроссельной заслонки зачем он нужен этот самый винт зачем нужна эта регулировка сразу надо сказать что винт этот отрегулирован на заводе и запломбирован такой вот краской вот этот винтик запломбирован краской и трогать этот винт не нужно ни при каких обстоятельствах разве же уж так получилось что уже его тронули до вас или с не очень умной головы и теперь его надо отрегулировать но болт этот отрегулирован на заводе так как надо и трогать его пользователю обычному не нужно зачем вообще нужна эта регулировка значит нужна она по двум причинам во первых заслонка сделана из стали и сталь металл твердый сам патрубок сделан из алюминия алюминий металл мягкий поэтому если заслонка будет под воздействием вот этой пружины постоянно ложится твердой сталью на мягкий алюминий рано или поздно она сделает там канавку или ступеньку то есть будет происходить изработка алюминиевого корпуса патрубка и это не есть хорошо и чтобы этого не происходило служит вот тот упорный винт тросиной заслонки который не дает и двигаться дальше чем положено и второе не менее важное заслонка в патрубке должна быть чуть 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 на долю миллиметра приоткрыта потому что при работе мотора детали нагревается нагревается заслонка нагревается патрубок детали расширяется если не будет вот это вот чуть 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 зазора дроссельная заслонка будет клинить в алюминиевом патрубке и будет происходить заклинивание или педали газа или опять же усиленная заработка износ алюминиевого патрубка первое что нужно сделать перед регулировкой это ослабить натяжение тросика привода дроссельной заслонки снять его с этого ролика или снять совершенно или ослабить дабы он не получился натянутым потому что если тросик будет натянутым регулировка не получится второе надо запомнить что когда начнем регулировать этот винтик начнет двигаться дроссельная заслонка и будут сбиваться калибровки датчика положения дроссельной заслонки поэтому к сигнальному выводу датчика дроссельной заслонки подключаем мультиметр и смотрим на показания при полностью закрытой дроссельной заслонки полностью открученном винте показания дроссельной заслонки 0,37 вольт а нам нельзя превышать 0,5 вольт иначе получим проблемы с холостым ходом притом проблемы нерешаемые обязательно это учитываем и про это не забываем включаем зажигание подключаем мультиметр к сигнальному каналу датчика дроссельной заслонки и начинаем регулировать винт в регулировке этого винта нет ничего сложного первое что делаем тросик ослабили выворачиваем этот винт полностью чтобы был зазор между винтом и дроссельной заслонкой теперь начинаем винт заворачивать до момента когда он только-только коснется дроссельной заслонки находим такой момент к этому надо отнести щепетильно вот этот момент вот он коснулся заслонки остановились на этом этапе далее заворачиваем этот вид на пол оборота еще на пол оборот это получился оборот и еще на одну четверть оборот все регулировка закончена больше этот винт трогать не нужно ни при каких условиях то есть напомню довели винт до касания с упором дроссельной заслонки закрутили на один оборот и еще на одну четвертую оборот и забыли все регулировка закончена тут все очень просто нет никаких проблем сделать это в домашних условиях обязательно проверили показания тестера чтобы значение сигнального канала датчика дроссельной заслонки не перевалили за 0,5 иначе получим проблемы с холостым ходом сейчас у нас 0,42 было 0,37 при полностью закрытой заслонки немножко заслонка приоткрылась и это нормально все вписались параметры так и оставляем заслонка имеет такой вид при открывании закрывание слышен звонкий щелчок потому что если заслонка ложится на мягкий алюминий щелчок получается глухим и видно что зазор есть но очень 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 минимальный на этой системе автомобиля при этой системе холостого хода как на этом автомобиле на двигателе MEMS в частности за холостой ход полностью отвечает регулятор холостого хода в паре с датчиком положения дроссельной заслонки и при таком типе регулирования холостого хода заслонка должна иметь минимальный зазор на других двигателях где есть другие системы существует регулировки холостого хода заслонка может быть или немножко приоткрыта но чаще всего она имеет вот такой вот вид почти полностью закрыт теперь он оболевшим того что приходится насмотреться иногда некоторые уникумы этим винтиком этим вот подводя дроссельную заслонку добивается нужных значений на датчике дроссельной заслонки то есть они подгоняют этим винтом показания датчика положения дроссельной заслонки что есть в корне неправильно мотивирует они это тем что они так делают и все хорошо холостой ход есть нет никаких проблем действительно с холостым ходом не будет никаких проблем о чем я говорил в своем видео про датчик дроссельной заслонки 40 минут нам длинном я там все это рассказал но при том что на холостом ходе этот зазор который образуется при подгонке показаний датчика дросселя будет компенсироваться за счет рхх который стоит вот здесь сверху вот он холостой ход действительно будет но на переходных оборотах когда вы будете сбрасывать газ мотор получит проблемы при сбросе газа будет мотор очень долго скидать оборот будет подвывать вы петаль газа пустили обороты должны упасть они будут падать сильно долго это вот результат неправильной регулировки дроссельной заслонки поэтому делать так не нужно это неправильно второй метод обмана пользователей это когда в заслонке сверлят отверстия там три миллиметра или четыре миллиметра что этим добивается этим добивается то что холостой ход начинает меньше зависеть от работы регулятора холостого хода то есть то дырочка просверленной дроссельной заслонки немножко нивелирует работу регулятора холостого хода холостой ход стабилизируется но опять же получаете проблемы на переходных режимах дырочку эту сверят тогда когда не могут разобраться с холостым ходом а клиенту надо машину отдать тогда делают такую операцию и тем самым фактически клиента обманывают так что будьте бдительны но так делают те которые книжек не читают которые книжки читают дырочку не сверят чтобы клиент не видел а делают зазор на дроссельной заслонки именно этим вот регулировочным винтиком и это пользователю еще повезет если потом на СТО мастера перекалибрует датчик положения дроссельной заслонки тогда еще будет холостой ход но будут проблемы на переходных режимах если же даже этого не сделают проблемы с холостым ходом обеспечены и никогда не найдете где это так что если вы обращались на СТО с проблемой холостого хода после посещения СТО рекомендую проверить вот эту вот регулировку не обманули ли вас час но чтобы лучше понимать то о чем сейчас я сказал все таки рекомендую посмотреть видео ссылку на которое я оставлю в описании как работает датчик положения дроссельной заслонки и как он связан с регулятором холостого хода я думаю эту вию стоит посмотреть она очень намного и прольет свет свет